всем привет дорогие друзья с вами валерана и несмотря на сегодняшнюю жарищу 39 у нас называется жега я вам хочу показать этот кардиган для тех кто летом готовит сани и так этот кардиган связан из кед мохера 75 процентов мохера здесь остальное полиамид вещь вязалась от горловины и достаточно длинная изделие получилось очень теплое очень легкая общий вес этого изделия 243 грамма но это с пуговицами было у меня 10 таких моточков по 25 грамм вот такой получился красивый кардиган назвала я его ум к цвет сливочный но как на похож на белого медведя конечно же и вот такие пуговички красивые к нему нашлись всегда находится то что необходимо когда вяжешь вещь которую очень очень хочешь связать ну а теперь мы с вами перейдем на стол и так друзья перейдем на стол и посмотрим в подробностях что ж тут навязано вот так все это выглядит итак начнем с основного вязалась это из длинноворстного мохера но название я вам говорить даже не буду потому что покупался он давно немецкого производства вот но по сути дела это длинноворстный мохер это любой подойдет тут разницы нет никакой абсолютно и самое главное это вес я считаю 243 грамма весит этот кардиган ну и из этого расчета вы можете себе соответственно уже смело покупать пряжу тот кто захочет вязать себе кардиганчик кто еще не связал и так длина изделия составляет вот вот 7 шейного позвонка до низа изделия по переду по переду 87 сантиметров вязался он конечно же регланом сверху резиночка вот здесь вот у меня сейчас мы кстати говоря замеряем сколько это резиночка и резиночка да все правильно 3 сантиметра потом вот здесь вот так провязано типа ложной кетлевки ну и сразу скажу про горлышко что здесь она у меня в конце было после завершения процесса было обвязано вот здесь я проложил такую вот строчку вот такую строчку с крючком а потом обвязала столбиками без накида и все это дело очень здорово укрепил горловину потому что сами понимаете резинка вот это вот она очень эластичная пластичная вихляет чтобы горло было стабильным вот так я сделала дальше линия реглана вот она линия реглана здесь она у меня впервые в жизни я вязала ее и из одной петли вот ну чтобы она была как можно менее заметной так и получилось из одной петли линия реглана составляет вот тут вот 32 сантиметра общая длина рукава сейчас я подвину это все хозяйство общая длина рукава длина рукава вот от верхней точки вместе с обтачкой горловины по всей длине рукава 70 сантиметров вот 70 если все тут расправить манжет 5 сантиметров вот это расстояние от конца рукава до начала вывязывание отдельно вот здесь вот реглана 34 сантиметра а линия реглана 32 сантиметра вот это то что касается рукава что касается ширины вот здесь от линии реглана вот эта ширина у меня 37 сантиметров в этом изделии к манжету 24 сантиметра но это обычная такая маяка мой классический такой рукав лишь руки не пульки здесь сделаны убавки раз два три четыре это пять убавок может быть 6 это уже не важно и так что дальше дальше вот эта ширина вот эта ширина у меня в готовом виде 62 сантиметра 62 сантиметра ширина изделия так резинка один на один и здесь у меня связано из семи петель резинкой один на один и здесь вот айкорд из двух петелек по краю вот ну больше ничего такого сверху здесь нету разрезаем разрезаем вот такой разрез тут я своим допотопным методом пыталась перекрестить вот это дело но как-то это мне не очень ну ладно это данном деле ничего я как говорится сама себя прощаю потому что забыла я что существует методика как красиво сделать разрез чтобы он был вот такой вот такой следующий раз сделаю как надо а сейчас хэнд мэйк ну и ладно хэнд мэйк и все а я и не гонюсь за тем чтобы было похоже на каких-то там производителей чтоб все думали что это типа производства какое-то нет это производство кстати говоря моё собственное вот у меня здесь видите и бирочка моя собственная придела на футы сейчас фокусируюсь вот такая у меня дырочка тут написано валеран окнец с любовью вот такая вот у меня есть да и я приделываю на свои изделия такой но 30 махер чик очень пушистый очень пушистый но не чрезмерно это не королевский махер когда из которого получается шуба это скажем так полушубок очень теплая вещь но вот сейчас перевернем на спинку вот так вот а сейчас я вам еще подрезок покажу вот один подрезик и вот второй подрезик никаких дырок ничего не получается стирала я его кстати говоря конечно же руками вот такая вот вязка ну вот руками стираешь и потом по методу какой-то милой дамы я это дело отжимала в машинке завернув полотенца махровые в два полотенца завертела все это дело и на 400 оборотах отжала ну и потом соответственно лежа все это дело сохло кстати вот видно какой ворс видите ну и все прекрасно но вы сами понимаете когда махер постираешь что выглядит он как мокрый кот и становится страшно что будет с твоим изделием но потом когда высыхает все встает на места главное потом с помощью сантиметровой ленты придать этому изделию те размеры которые вы как бы изначально задумывали так что целом и в общем мне изделие очень нравится вот и пуговички вот такие симпатичные нашлись у меня достаточно древних времен и короче говоря все пришлось как нельзя кстати изделием я очень довольна носибельно и как говорится легко тепло и уютно поэтому всем очень рекомендую обзавестись махеровыми кардиганами ну а я попробую сейчас одеть это если не умру от жары то соответствующим образом вы увидите это изделие на мне а я с вами пока прощаюсь скоро покажу вам свое новое изделие которое связала из красного букле так что до скорых встреч как говорится в эфире всем пока при этом из болгарии валерана и так я оделась чего не сделаешь ради того чтобы показать свое изделие вот смотрите по спинке как смотрится ширина длина длина рукава и сейчас покажу ширину изделия и свободу облегания вот видите сколько наверно сантиметров 20 что ли получилось ну а вы подписывайтесь ставьте лайки кардиганчик я убираю до холодов всем еще раз чао